Третий этап 12-го городского поэтического конкурса для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Живое звучащее слово» прошел на базе городского клуба «Уют». Главной целью этого мероприятия является поддержка и развитие творческих способностей детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее об этой теме в сюжете Елены Мельниковой. Маленькая Юлиана рассказала зрителям про самого милого Деда Мороза. Тимофей Тимкин про щенка, который впервые увидел снег. А самый маленький участник фестиваля Дмитрий Ичетовкин рассказал стихотворение «Внезапные гости», которое они сочинили вместе с папой. Мы решили попробовать поучаствовать и посмотреть, что из этого выйдет. Как-то, наверное, спонтанно пришла идея. Сама по себе вечером просто сидели, стали сочинять. А Виктория Конова на этом фестивале отстаивала честь школы. Сегодня я расскажу стихотворение «Молодость и зрелость» Ирины Самарина. Нужно бороться за свою школу. То есть честь школы защищаешь? Да. На меня все надеются. Все участники проявили себя как истинные артисты. На фестивале не было места соревновательному духу, ведь каждый показал наилучший результат. Поэтический формат – это отличная фишка конкурса. 12 лет назад он задумался именно для того, чтобы печатать вот такой сборник, живое звучащее слово. Однажды зашел разговор о том, что дети пишут в стол, и возникла идея, почему бы не создать сборник. Один из рассказов этого сборника «Зимний лес» принадлежит совсем юному автору – Есении Порошины. Девочке всего пять лет, а ее можно уже назвать настоящим писателем. Этот рассказ я сама придумала. Все читали чужие стихи авторов. Я придумала с помощью вот такой вот феечки, музыки. Она живет у каждого в голове. Сергей Захаров ведет активную жизнь. Он – музыкант в муниципальном оркестре, преподаватель Центра внешкольной работы, участник различных конкурсов. На живое звучащее слово в этом году он пришел с любимым стихотворением. Также подготовил к фестивалю и пятерых своих учеников. Эти конкурсы позволяют детям, участникам, раскрываться. Поскольку многие участники сидят дома, ничем таким не занимаются, это им такой шанс выйти на большую сцену, показать свой творческий номер. 167. Именно столько человек заявилось на фестиваль в этом году. Победителей награждали в трех номинациях. Автор, художественное слово и литературно-музыкальное творчество. Компетентное жюри оценивало выступления по различным критериям. Насколько они оптимистичные, насколько зажигательные, насколько они творческие люди. Ну, глаз горит, это видно. А если глаз горит, все у них получится. Все участники получили дипломы и заслуженные награды. А главное, проявили себя. Своим примером они вдохновляют, воодушевляют и доказывают, что могут все.